Они всячески уклоняются от физического труда. Джамшут говорит, смотри, говорит, телевизор, мультика идет. Я смотрел очень интересного. Пьют, халтурят и засыпают прямо на рабочих местах. Пьяный врач уснул на работе. Скандал разразился верхниками. Люди, пришедшие в медучреждение, обнаружили одного из медиков в нетрезвом виде. Россияне веками живут по принципу «работа не волк, в лес не убежит». Но при этом мечтают о богатой и беззаботной жизни. Не хочу быть столбовой дворянкой. Хочу быть больною царицей. Давайте откроем матрешку и узнаем, почему в России быть лентяем не зазорно. И какие преступления совершают емели-дураки в погоне за легкими деньгами. Любимое занятие россиян – ничего не деланье. Валяюсь на диване в основном. Лежу на диване, смотрю телевизор. У меня так каждый день. Это полноценная, каждодневная ладрамхайола. Отлично, что это значит. Ладрамхайола – это день. Если у тебя, короче, много планов на день, а ты ничего не делаешь. Ты целый день лежишь и ленишься. И гражданам РФ даже не стыдно за свою ладрамхайолу. Ведь такой ленивый образ жизни является нормой даже для героев российских сказок. Сказка – это зеркало, которое отражает жизнь общества и показывает, чем живет, чем дышит это общество. И что для него есть важным и ценным. Персонажи русских небылиц и преданий то и делали, что отдыхали на печи. Взять того же Илью Муромца, пролежавшего в постели полжизни. Тридцать лет сидел Илья Муромец. Ох уж тридцать лет сиднем сидел. Или Емелю дурака, который привык, что любую его прихоть исполнит щука. Когда захочешь чего-нибудь, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью, и все исполнится. Россияне, которые выросли на этих сказках, надеются, что работа сделает себя сама. И что их прокормит скатерть-самобранка. Чего изволишь? Дай-ка мне что-нибудь пожевать. Пожалуйста! Ух ты! В РФ даже есть День русской лени, который самые ответственные бездельники страны отмечают каждый год. 15 июля. Ленивому и в будни праздник, гласит народная поговорка. Сегодня отмечается День русской лени. Праздник, конечно, неофициальный, но разве для него нужен повод? А еще в этой стране проходят фестивали русской лени. Сотни лежебок выезжают на природу, чтобы полежать, поваляться на сеновале в компании КОС, принять участие в кроватных гонках и даже поучиться в школе лени. Нужно побольше отдыхать и побольше ничего не делать. Это правило хорошо усвоили российские чиновники. Дошло до того, что им лень даже заполнить декларации о своих доходах. Надо возиться с их оформлением и подачей. Не всем это интересно, не всем это охота делать. Лень. Да и простые россияне не привыкли перетруждаться на работе. К примеру, этот пьяный коммунальщик из Новосибирска уснул прямо на крыше. Привезти работягу в чувство на месте не удалось, поэтому его пришлось спускать на носилках. Покупать лень, тревоту, за бесценок продаю. В быту Емели дураки проявляют небывалую изобретательность, дабы не делать лишних телодвижений. Если нужно выгулять собаку, а из дому выходить неохота, можно спустить питомца на длинном поводке со второго этажа. Как это сделал житель Сахалинской области. Вот так у нас гуляют с собаками. Убирать органические отходы за своими животными россияне тоже ленятся. Этот вопрос встает особенно остро с приходом тепла. Накопившийся за зиму снег тает и являет миру неприятную картину. Пешеходам приходится соблюдать осторожность. Представители глубинного народа не всегда могут заставить себя выйти из квартиры и вынести даже свои пакеты с мусором на свалку. Вот так вот люди справляются с мусором, выкидывая его просто в окно. Такое решение проблемы придумали красноярцы. Поэтому местные мусорщики буквально рискуют жизнью, выполняя свою работу. Я стою сначала, допустим, бак подкатываю, он смотрит наверх. Я подкатил, все, он поднимает, я наверх смотрю. То есть, ну, а как? Бывает такое, что когда баки забираете, а он как покатает, у него прямо рядом пакеток боб. А если там бутылки, голова попал... Не стесняются, швыряются вообще. Да и сейчас, я думаю, опасно, да, стоять. Так, естественно. Но некоторым жильцам дома все же удается перебороть лень и выставить отходы за порог. Особо совестливые не пуляют мешки из окна, а стыдливо оставляют возле стеночки в подъезде. Поэтому помойка нарисовалась не только во дворе здания, но и внутри. Коммунальщики в России тоже стараются упростить себе задачу. Вот они прячут снег под машину, расчищая тротуар. А вот сбрасывают строительный мусор с крыши многоэтажки, потому что лень сносить его в руках. Если дом разваливается, а ремонт делать неохота, местные кулибины-строители все починят при помощи изоленты и скотча. Или же вовсе завесят обшарпанные стены брезентом. Главное изобразить на нем окна и красивый фасад. Ладно, и так сойдет. Вообще аварийные дома в России не спешат признавать аварийными, чтобы не добавлять работы чиновникам. Эксперты провели проверку в доме и посчитали его пригодным для жизни. А его не признали аварийным, потому что он уже... Ну, вот его не признали аварийным. По словам замглавы города, дом признают аварийным, только если его состояние будет ухудшаться. Но куда уже хуже-то, а? Вот проводка была. Я ее обрубила сама лично, потому что она загорелась у меня. Износ здания по техническому паспорту всего 42%, несмотря на то, что сам дом 1937 года постройки. По словам Светланы, тут несколько раз обрушался потолок, и постоянно трескаются стены. Россияне жалуются на нищенскую жизнь, но при этом ничего не делают для того, чтобы ее изменить к лучшему. Боятся перетрудиться. Хочешь? Я тебя первым министром сделаю! Нет, министром я ленюсь. Министром мне неохота. Неохота Емелям-дуракам и огород вспахивать, поэтому приходится включать смекалку и мастерить с металлолома машину для автоматического выкапывания картошки. Идея всегда приходит от лени. Лень вот копать картошку руками, лопатой. Ну а если лень рубить дрова, на помощь придет самодельный дровокол из ржавых труб. Как говорится, из говна и палок пойдет. Конечно, пойдет. Лишь бы самому топором не махать. По щущему велению, по моему хотению, а ну топор, обрубай, сучья! Высокотехнологичную технику и машины россиянам тоже делать лень. Проще украсть у загнивающего Запада или вражеской Америки. Ну, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии, а потом у них цап-царап. По принципу цап-царап граждане скрепной державы добывают и средства для своего никчемного существования. Потому что легче украсть, чем заработать. Решил пойти в монастырь в 12 часов дня. Увидел блестящую вещь. Это оказалось в пракстве Томма Матрона. Решил ее украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду. Россияне воруют все, за что можно выручить хоть какие-то деньги. На записи этих самых камер видно, как воришки вольготно заезжают на грузовичке во двор и никуда не торопясь грузят чужие ограждения. В дальнейшем похищенное имущество было продано в пункт приема металла за 15 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на новый телефон и увеселительные напитки. Российские Ваньки настолько не привыкли трудиться, что готовы даже жизнью пожертвовать ради легкого обогащения. Все, кто возвращается, ветеранку получают. Ну, плюс там это, ну, как денежные за каждый день. Три за ранения. Он говорил по новостям, Путин. Три миллиона и похороноплачу. А если вдруг получится выжить, российские солдаты привезут домой вещи, которые успели вынести из украинских домов. Смотри, что я тебе привезу. Фенчик нормальный. Телевизорчик пойдет. Только российские бабы могут с неприкрытой радостью провожать своих мужей и сыновей на убой в Украину. Кого провожаете? Два сына провожаю. С Челнов. С каким настроением? Позитив. Еще бы. Ведь взамен они могут получить на халяву рыбу или овощи. Мы продолжаем оказывать помощь семьям участников специальной военной операции. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в этом году предоставляем им бесплатно семенной картофель. Вряд ли, конечно, семьи мобиков сильно обрадовались такому презенту. Ведь кто-то должен посадить эту картошку, а потом еще и выбрать. Иное дело – гробовая лада или шуба. Вы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Но на всех желающих таких подарков не хватает. Видимо, а скатерть Самобранка сломалась. Ну или слишком много двухсотых на родину вернулась. Так что недолго осталось российским Емелям на щуку волшебную надеяться. Голод заставит слезть с печи. Об этом уже успел позаботиться их царь. У нас в народе говорят – на Бога надейся, а сам не плашай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!